Здравствуйте! В эфире программа День города в студии Мария Рудая. Коротко о главных темах выпуска. Не смягчающие, а отягчающие в регионе произошло очередное жестокое убийство под действием алкоголя. Город Каток. Рязань покрылась льдом. Что делают городские власти, чтобы решить проблему? Миллиард рублей. Такую сумму удалось собрать благодаря штрафам ГИБДД. На что пойдут эти деньги? Знак инвалид. Соблюдают ли правила рязанские водители при парковке? Рязань сковал настоящий ледяной плен. С утра жители города столкнулись с одним из самых неблагоприятных погодных явлений. На тротуарах лед. Дороги превратились в настоящий каток. Валерий Седов узнал, как городские власти борются с этой проблемой. Большая скорость, резкий поворот, да и скользкая дорога. И вот авария. К счастью, повреждения небольшие. Бампер уперся в колесо. На дорогах видите, что происходит? Обычный взлалет. Наверное, не готовы были особо. Наверное, все-таки наши ошибки какие-то. Будем учиться на них. Госавтоинспекция предупреждает, что в связи с неблагоприятными погодными условиями нужно быть максимально осторожными на дороге. В ночное время и утренние часы возможно образование гололедицы, что необходимо учитывать водителям всех транспортных средств и быть предельно осторожными при движении. Соблюдать скоростной режим, правила проезда пешеходных переходов и мест массового нахождения граждан. Проблемы со льдом не только на дорогах, но и на тротуарах города. Всего за несколько часов, в четверг 31 января, в травмпункт обратилось 79 человек. В течение дня статистика будет только расти. Все коммунальные службы были переведены в усиленный режим. С утра на дороге вышло 22 единицы техники, которые посыпают улицы песко-соляной смесью. По тротуарам, значит, сегодня позиция немножко изменена. Если обычно тротуары идет уборка снега и наледи с тротуаров, сегодняшний день посвящен нанесению на тротуары песко-соляной смесью. Вместе с подрядными организациями на улицы города вышло 150 человек. Из техники 15 самосвалов и 5 тракторов. И город действительно убирают. Вот только из-за припаркованных автомобилей не получается очистить обочины и края дорог от снежных сугробов. Усиленная работа коммунальных служб будет зависеть от погодных условий. Дирекция благоустройства города работает постоянно в круглосуточном режиме. Если касается вопроса по нанесению песко-разбрасывания на тротуары, это все зависит от погодных условий. До тех пор, пока погодные условия будут такие, значит, в таком режиме будет работать. Синоптики дают прогноз неутешительный. Погода сохранится и на следующие несколько дней. В ближайшие дни, 1, 2 и 3 февраля, сохранится неустойчивый характер погоды. Местами ожидаются небольшие осадки, также смешанного типа. Ночные и утренние часы, высокая вероятность образования туманов, сильная гололедица сохранится. Преобладающие температуры воздуха, 1 и 2 февраля, минус 5, минус 10 градусов, днем 0, минус 5. Администрация города просит рязанцев быть аккуратными на дороге. Пешеходам стоит быть внимательными при пересечении проезжих частей. Автомобилистам по возможности воздержаться от использования личного транспорта. Валерий Седов, Сергей Данилен, телекомпания «Город». Традиционно Новый месяц несет за собой ряд нововведений, которые коснутся всех слоев населения. Так будут проиндексированы большинство социальных выплат, выделяемых из федерального бюджета. Соцвыплаты в России с 1 февраля проиндексируют на 4,3%. На эти цели потратят дополнительно 25 миллиардов рублей. Отмечается, что финансовую поддержку в увеличенном размере получат более 15 миллионов граждан. Сюда, в частности, относятся выплаты ветеранам Великой Отечественной войны, людям, награжденным званиями Героев Советского Союза и Героев России, ветеранам боевых действий, несовершеннолетним узникам фашизма, тем, кто пострадал от воздействия радиации, а также выплаты инвалидам, в том числе на содержание собак-поводырей. Все выплаты и пенсии пенсионерам МВД, Минобороны и других силовых структур с 1 февраля 2019 года начнут начислять на карты МИР. Также вырастут детские пособия. К ним в том числе относятся пособия по беременности и по уходу за ребенком. Единовременная денежная выплата при рождении или усыновлении ребенка увеличивается до 17,3 тысяч рублей. Пособие женщинам, которые встали на учет в ранние сроки беременности, вырастет с 628 до 649 рублей. Озеро Дикой Утки может перестать существовать. В настоящий момент его засыпают землей. Напомним, на этом месте внездится самая большая в области колонии чаек, в том числе краснокнижных. Чем опасна потеря водоема и законны ли проводимые работы, расскажем далее. Плановое уничтожение водоема в черте города. Сообщение с таким заголовком появилось во всех новостных группах в социальных сетях. Озеро Дикой Утки засыпают грунтом, работы проходят ежедневно. Прокуратура вместе с органами контроля и представителями администрации города прибыла с проверкой на место. Наш геодезист нам ориентируется, чтобы показал точку, откуда, в принципе, должно начинаться озеро. Ну, если оно там раньше было. А оно там раньше было, мы как можем узнать, озеро там было раньше? Нет, это мы точно не скажем. А? Мы не скажем точно. Это кто-то вот в городе может сказать. Геодезисты должны определить точные границы озера и установить, сбрасывают ли грунт прямо в него или рядом. Проблема и в том, что водоем, который существует в реальности, может отсутствовать в Росреестре. Подобное встречалось не раз. В настоящее время мы с органом контроля и с представителем администрации города выехали на место, указанное в обращении. Посмотрели и с участием столицы Росреестра отметили точки, где отсыпка грунтом примыкает к водному объекту. Если жалоба на сброс грунта в озеро будет повторной, то прокуратура возьмет дело под свой контроль. В том случае, если жалоба первичная, ее передадут в уполномоченные органы. Срок обработки собранных данных и вынесения заключения – 7 дней. Никакой информации, что за работы проводится, нет. Очевидцы сообщают, что уже уничтожили заросли тростника. Сейчас под удар попали места гнездования чайк. Водоем стал домом для многих видов птиц, как обычных, так и редких видов. Кряквы, утки, озерные чайки – все они уже привычные обитатели озера. Там же гнездятся крачки, в том числе краснокнижная и белощекая крачка отмечалась там на гнездовании. Ну и другие околоводные птицы. Из редких, например, это Малая Выпь, там же встречается. И по краям на деревьях располагается колония краснокнижной птицы Ремес. В 2017 году на озеро прилетали белые лебеди. Еще здесь замечали редких для Рязани усатых синиц. Специалисты говорят, что потеря озера сильно скажется на жизни птиц. Они, конечно, смогут найти себе новый дом, вот только те редкие краснокнижные виды вряд ли встретятся в городе снова. Валерий Седов, Сергей Данилин, телекомпания «Город». Виной всему алкоголь. Осудили жителя Скопинского района, забившего насмерть свою жену во время ссоры. Двое дочерей, старшие из которых всего 10 лет, остались без родителей. Подробности трагедии в сюжете Дины Сляевой. По квартире разбросаны игрушки и детские вещи. Еще недавно здесь жила многодетная семья. Старшая дочь вышла замуж и переехала. Родители воспитывали двух дочерей, 7 и 10 лет. Работали в колхозе, иногда выпивали. Однако за детьми следили, они были всегда одеты и накормлены. В школе нареканий по ненадлежащему исполнению родительских обязанностей не было. Все перевернул один день. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, недоволен тем, что жена ему не дает сигареты и не приготовил вовремя еду, возник словесный конфликт. В ходе данного словесного конфликта нанес несколько ударов своей ногой по животу потерпевшей. В результате этого она почувствовала сильную боль. Находившись в квартире, ребенок услышал данный конфликт, вбежал в комнату, где все происходило и, соответственно, разнял родителей. У женщины были сильные боли в области живота, но ехать в больницу она отказалась, подумала, что все пройдет. К тому же впереди выходные. Самочувствие не улучшилось, но, несмотря на это, она все же пошла на работу в понедельник. Нашли ее на ступеньках административного здания и отвезли в больницу. Там она скончалась из-за разрыва внутренних органов. Мужчина свою вину сначала не признавал, доказывал, что жена погибла не из-за его побоев. Она все жаловывается на боль. На боль где? В животе. В животе? Да. Куда? В какой области? По ребрам. Чтобы доказать вину, следователи привлекли психологов, которые работали с детьми. В итоге дочери дали показания, которые и стали главным доказательством в уголовном деле. Отец получил 7 лет колонии строгого режима. Детей забрали родственники. Их не состояние нами в ходе расследования контролировалось. Мы выезжали периодически в их семью, смотрели условия их непроживания. Бабушка, их вторая, о них заботилась, постоянно сидит. Она пенсионерка. Поэтому они все им были довольны. В региональном следственном комитете подвели итоги работы за 2018 год. По статистике, за последние 11 лет количество убийств сократилось более чем в три раза. В 2018 производством окончено более 600 уголовных дел. В статистике окончено уголовных дел 45 об убийствах, 32 о фактах умышленного подчинения тяжкого вреда здоровью, повлевших по неосторожности смерть потерпевших, 33 о преступлениях против половой свободы, 43 против государственной власти и интересов государственной службы, 95 о преступлениях в сфере экономики, 57 в результате которых пострадали несовершеннолетние. В прошлом году возросло количество выявленных преступлений коррупционной направленности. Самым громким стало дело в отношении директора муниципального предприятия детское питание, получившего взятку в размере более 1 миллиона рублей. Расследование этого уголовного дела продолжается. Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Штрафы более чем на миллиард рублей выписали сотрудники ГИБДД за 2018 год. Это полтора миллиона постановлений об административных правонарушениях. Половину из них уже оплатили. Почему водители нарушают и где чаще это делают, знает Галина Кудряшова. Превышают скорость. Это самое популярное нарушение среди рязанских водителей. По итогам 2018 года сотрудники ГАИ выписали более миллиона 260 тысяч штрафов. Это почти 83,5% всех нарушений. Цифра огромна. Особенно при условии, что камеры, фиксирующие превышение скорости, расположены буквально на каждом перекрестке. Помимо этого, сотрудниками ГАИ выявлено 2959 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения, а также 354 случаи отказа от законного требования сотрудников полиции о прохождении освидетельствования в состоянии опьянения. 2914 водителей были оштрафованы за нарушение правил перевозки детей. Также было выявлено более 10 тысяч фактов нарушения правил дорожного движения пешеходами, пассажирами или иными частниками дорожного движения. Общая сумма штрафов превысила отметку в миллиард 200 миллионов рублей. Рязанские водители оплатили пока меньше половины, около 520 миллионов. Водители признаются, что в некоторых местах проехать по правилам крайне сложно. Например, преодолеть перекресток Касимовского шоссе и улицы Советской армии. Здесь вот на этом перекрестке, вот на Касимовке, да, там нарушений много. А там и с правого ряда поворачивает на это налево, там даже под стрелку, а они поворачивают нарушения очень много. К наиболее опасным местам также относятся пешеходные переходы около остановки цирк. Там регулярно сбивают людей. А также Первомайский проспект, где пешеходы перебегают дорогу в неположенном месте. Осложняют дорожную ситуацию и непростые погодные условия. Все куда-то спешат, а потом только думают. Сначала едут, а потом думают. Средства от оплаченных штрафов пойдут в Дорожный фонд Рязанской области, который сейчас обеспечивает потребности региона на 30%. Такие нововведения вступили в силу с 1 января. Стоит отметить, что сейчас фонд пополняется за счет акцизов от горючих смазочных материалов, транспортного налога и других компонентов. В прошлом году в его бюджет более миллиарда рублей внес Росавтодор. Эти средства пошли на региональные программы. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Знак «Инвалид» не останавливает. Рейд на стоянке у одного из торговых центров провели сотрудники госавтоинспекции. Они выяснили, нарушителей немало, парковавших свои автомобили на местах для инвалидов. Дина Сляева продолжит. С парковки на штрафстоянку водитель, несмотря на достаточное количество свободных мест, оставил автомобиль на месте для людей с ограниченными возможностями здоровья. Для таких нарушителей по закону предусмотрено суровое наказание. Кроме штрафа за административное правонарушение, которое составляет 5000 рублей, нарушителю придется оплатить услуги эвакуатора и специализированной стоянки. За 2018 год было выявлено 168 подобных правонарушений. На специализированную стоянку доставлено 57 транспортных средств. Для личных автомобилей людей с ограниченными возможностями выделяют места на каждой парковке. По закону они составляют не менее 10% всей территории. Они обозначаются специальными знаками, которые трудно не заметить и находятся вблизи входов в учреждения. Водители призывают не занимать такие места, потому что людям с ограниченными возможностями часто бывает трудно пройти лишние 100 метров с другого конца парковки. Дина Сляева, телекомпания «Город». Обследование людей, страдающих эпилепсией, начали в поликлинике медицинского университета. Медики будут изучать функции головного мозга, которые приводят к приступам, а также проводить комплексное обследование. Подробности в нашем следующем сюжете. Этот прибор позволяет посмотреть активность мозга и подтвердить диагноз – эпилепсия. Запись он ведет в течение 30 минут. У здорового человека диаграмма показывает ритмичные небольшие колебания. Однако по статистике каждый из 138 человек болен. Единственный в регионе кабинет по приему пациентов с эпилепсией и подозрениями на нее начал работу на этой неделе. Прием бесплатный по полису ОМС, однако только для тех, кому больше 14 лет. Пока кабинет будет работать два раза в неделю, это вторник и четверг с 15 до 18 часов. Запись по телефону будет доступна 97 18 63. Это телефон поликлинического отделения, научно-клинического центра. И пациенты, имея направление на консультацию к врачу-эпилептологу, могут попасть на прием. Прием начинается со знакомства. Идеально, если пациент принесет видеозапись приступа, который не обязательно бывает с судорогами. Нередко у людей просто плывет перед глазами. Многие думают, что эпилепсия не лечится. Однако это не совсем так. Она является хроническим заболеванием. И по наблюдениям врачей, в 67% случаев можно исключить шанс рецидива. Мы рекомендуем первый контрольный визит в случае назначения противоэпилептических препаратов проводить через месяц. Это позволит оценить эффективность терапии и, соответственно, возможные побочные эффекты. Считается, что в 60-50% даже монотерапия стандартными, их называют еще конвенциональными препаратами, позволяет добиться не только урежения, но и полного прекращения приступов. Стоит отметить, что раньше проблемами эпилепсии занимались врачи-неврологи. Теперь для этого есть специальный кабинет. Однако тесное сотрудничество продолжается. Оно необходимо и с другими специалистами, например, психиатром и нейрохирургом. Сейчас кабинет продолжают оснащать. Большей части оборудования в нем еще нет. На базе кабинета будет функционировать подразделение, занимающиеся электроэнцефалографией, как рутинной, так и планируемой в перспективе организацией видеоэгоемониторинга. По всей видимости, будет привлечена служба лабораторная нашего университета. Возможно, речь будет вестись и о мониторинге содержания лекарственных препаратов в крови. Ну и, соответственно, консультативная помощь смежных специалистов, в том числе психологов, психиатров. Все это мы сможем сделать на базе нашего поликлинического отделения. По прогнозам врачей, только в этом году кабинет посетят 400 рязанцев. Запись ведется заранее. Свободного времени уже практически нет, ведь прием здесь длится не 10, а 40 минут, что позволяет исключить шанс неправильного диагноза. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В продолжение медицинской темы. 1 февраля жители города смогут проверить свое здоровье бесплатно. Эту возможность предоставила областная клиническая больница. Мобильная площадка службы медицинской профилактики будет работать в М5МОЛ с 14 до 17 часов. Акция приурочена к Всемирному дню борьбы с онкологическими заболеваниями. Рязанцы смогут бесплатно пройти обследование на аппаратно-программном комплексе для скрининга оценки уровня психофизического и соматического здоровья, функциональных и адаптивных резервов организма. Компьютерный скрининг сердца и экспресс-анализ для определения общего холестерина и глюкозы в крови. Комплексную оценку функций дыхательной системы. Кроме того, врачи проконсультируют рязанцев и расскажут о методах самоконтроля за состоянием здоровья, а также проконсультируют по здоровому образу жизни. Это все новости на сегодня и еще больше информации вы найдете на нашем официальном сайте город62.tv и в социальных сетях. Я же на этом с вами прощаюсь и желаю вам всего хорошего. До встречи в эфире телекомпании «Город». Мама спит, она устала, в пробках два часа стояла. До работы далеко, добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустно мне бывает, потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Субтитры создавал DimaTorzok